Всем привет! С вами Сергей и значит сегодня я вам расскажу про TC Helicon, который называется у нас Voice Life Extreme 3. Я купил этот замечательный приборчик, я сам музыкант. Купил этот прибор пару недель назад, но купил его не новый, с аукциона. Вот он был бэушный, приехал в таком слегка потрепанном, но вполне рабочем состоянии. Я попользовался им буквально недели-две, все, там на руле какие-то звуки. Он классно работал, я провел пару выступлений и внезапно дома он у меня в какой-то момент перестал отзываться на кнопки. И потом я пробовал перезагрузить, загорелась ошибка 208 тысяч. Написано, что там туда-сюда тач, короче не работает. И на вот это вот колесо он как-то через раз то отзывался, значит он отзывался, предложил восстановить там заводские все настройки пресеты. Я это сделал, но это не помогло. Так же само при включении-выключении он сначала долго грузится, квадратное такое белое окно светится, потом пишет ошибка вот этого 208 тысяч. Я погуглил и нашел чудного такого бородатого дядечку, который на каком-то американском сайте в видео показывает, как в девяти случаях из десяти устранить эту проблему. Для этого, значит, нам понадобится немножко разобрать приборчик. Значит, для того, чтобы разобрать прибор, вам нужен будет такой вот ключик под звездочку. Называется этот размер Т10. Т10 на 95 называется ключик. Вот. Т10, короче, это торкс. Им вы открутите все нижние винтики, чтобы снять заднюю крышку. Вот эта вот, которая здесь сверху. Их там будет восемь штук таких винтиков. И посередине еще один. Девять. Вот. Затем, когда ее снимаете, нужно будет снять боковушки. Боковушки у вас прикручены шестигранником вот таким вот маленьким. На. Сколько у нас вот этот малыш? Шестигранник. Я думаю, что это трехмиллиметровый. Но это точнометрический. Точнометрический. Я практически уверен, что это три миллиметра. Сейчас я на всякий случай померяю, чтобы вас не вводить в заблуждение. Потому что, в принципе, это всего лишь два инструмента, которые вам понадобятся, чтобы проникнуть, так сказать, внутрь прибора. Секунду. Ребят, значит, три миллиметра понадобится вам шестигранник, чтобы снять боковушки у процессора. И когда вы снимете боковые панельки и заднюю панель, он у вас вот так вот откроется в одну сторону, как книжка. Вот. И, значит, проблема, как сказал дядечка, в девяти случаях из десяти он их много ремонтирует. Она у нас кроется вот в этом месте, вот здесь. Видите, с той стороны у нас есть разъем, который подсоединен, которым вот эта плата подсоединяется к интерфейсу спереди, где у вас тач-кнопки, дисплей и вся вот эта вот прочая история. И вот он там внутри отходит. То есть, что нужно сделать? Это нужно вот эту плату обратно туда прижать. То есть, этот разъемчик, он где-то там отходит. Он даже сделал такие специальные щипцы. Но, в принципе, здесь все достаточно нежно и никакими, конечно, пассатижами ничего делать нельзя. Тут достаточно просто рукой немножечко прожать и вот это все дело. Ну, или можно чем-то таким потверже. Все это дело, значит, поставить на место. Также остальные все шлейфики, которые у нас есть на вот этой платье и на вот этой платье, все это нужно проверить, чтобы оно нигде не было отстегнуто. Потому что бывает, что прибор падает, там по нему прыгают и так далее. Все разъемы, которые здесь есть, все коннекторы, нужно аккуратненько проверить. На всякий случай, чуть-чуть насильнее подоткнуть. Вот. Я проделал сейчас это все со своим прибором. И сейчас я его включу, пока что в таком вот слегка подразобранном виде, чтобы убедиться, что у нас что-то это... Так, я положил его на специальную тряпочку, потому что крышка там снизу снята, чтобы никакого короткого замыкания не произошло. И так, включаем. И момент истины. Я, честно говоря, жутко напрягся на ту тему, что он так вдруг у меня сломался. Я уже представил там какие-то тысячи рублей, недели без процессора, он мне прям нужен-нужен. И вот это вот видео, конечно, которое я нашел, просто для меня было фантастически. Да, все загрузилось. Все работает. Смотрите, пресеты все переключаются. Я, честно говоря, блин, сдуру восстановил все заводские настройки. Можно было этого, конечно же, не делать. Но у меня, короче, слетели все мои пресеты, которые я готовил. Но ничего, сделаю еще. Сейчас проверим, что работает. Вот самое главное, что работает тач, на что он, собственно, ругался. И сейчас еще проверим, что работает колесо. Вот это справа. Да, вот оно работает. Прокрутка. Все нормально с ним. Эти кнопочки. Причь вправо, причь влево. Да, в общем-то все. Короче, вот такой, в общем-то, несложный ремонт, ребят. Халилуйя! Все получилось. Все работает. Супер! В общем, если у вас выскочила эта ошибка, не пугайтесь. Если прибор не на гарантии, или вы его покупали откуда-то из-за границ, там, и далеко, отправлять обратно, чтобы починили, можете сами аккуратно, буквально вот двумя ключиками залезть внутрь, поправить вот это место, которое я показал, сжать его, чтобы, значит, разъемчик там сел на место. Остальные кабели тоже посмотреть, что они все в порядке. Так что ничего страшного с ним не случается. Нормальный крутой прибор, надежный. Пользуйтесь, радуйтесь. Всем пока-пока.